Жемчужина Аби Теплый жилой комплекс, в котором жилищно-коммунальные услуги обходятся жильцам дешевле. А еще здесь есть отличная детская площадка и территория для тренировки домашних животных. Жемчужина Аби. Кажется, именно здесь ваша новая квартира. Здравствуйте, вы смотрите программу новости Сургут-24. В студии работает Виталий Торопов. В начале выпуска коротко о главных темах. Что может ждать иностранные корпорации, которые уходят из России? Что думают наши соотечественники насчет их продукции? Первые результаты опросов уже опубликованы. Без компьютеров не останутся. Какой технический резерв есть в школах Сургутского района? И не повлияют ли западные санкции на техническую сторону учебной программы? И «Мы вместе» состоялся первый организационный комитет по проведению одноименных паралимпийских зимних игр в Югре, что известно на сегодня. Apple, IKEA, McDonald's, Microsoft Shell и ряд других крупных компаний, объявивших о приостановке или прекращении работы в России, вошли в список предприятий, которые предложили национализировать. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на главу организации «Общественная потребительская инициатива» Олега Павлова. Объединение и составило перечень. «Известия» приводит слова Павлова, цитирую, «попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков – арест счетов и активов в введение внешнего управления, национализацию имущества». Руководитель общественной потребительской инициативы отметил, что общий объем обязательств этих компаний перед гражданами, государством и контрагентами составляет более 6 триллионов рублей. В России это выручка зарубежных предприятий, которые попали в список за прошедшие три года. К работе над перечнем, сообщил Павлов, будут подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор. Тем временем 49% россиян готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка, даже если эти предприятия вернутся. В опросе сервиса по поиску работы «Суперджоп» приняли участие более полутора тысяч горожан, граждан. В итоге каждый четвертый россиянин готов полностью отказаться от продукции компаний, которые закрыли бизнес в России, даже если они вернутся на рынок. Еще 25% в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди отечественных товаров. Чаще всего упоминались иностранные автомобили и электроника. Продолжат пользоваться услугами западных компаний лишь каждый третий опрошенный. Затруднились определить свою позицию 18% респондентов. С сегодняшнего дня международные платежные системы Visa и MasterCard временно прекращают работать в России, как пояснили в Центробанке и Национальной системе платежных карт. Это означает, что карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории нашей страны в нормальном режиме. Однако они перестанут действовать за границей и при оплате в иностранных онлайн-магазинах. Повышенный транспортный налог с этого года будет считаться с 10 миллионов. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. Напомню, раньше налогом на роскошь облагались автомобили стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей. К ним применялся коэффициент 1,1 до тех пор, пока машине не исполнится 3 года. За авто дороже 5 миллионов рублей и не старше 5 лет взимали двойной налог. А за модели до 10 лет стоимость которых превышает 10 миллионов рублей тройной. Жители Сургута продолжают проводить акции и флэш-мобы в поддержку вооруженных сил России, которые сейчас участвуют в специальной операции по защите Донбасса. Неравнодушные работники муниципального учреждения «Наш город» записали видеообращение для российской армии. Коллектив МКО, напомним, также ведет активную работу с территориальными общественными самоуправлениями по сбору гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Территориально-общественные самоуправления продолжают самостоятельно проводить эту работу, собирая гуманитарную помощь с неравнодушных жителей, кто желает у себя в пунктах. Также мы оказываем поддержку и содействие им в случае необходимости. И сам коллектив МКО «Наш город» также принимает активное участие в сборе гуманитарной помощи. И оказание помощи гуманитарному корпусу. Школы Сургутского района не останутся без компьютеров. Несмотря на санкции, 21 миллион рублей власти муниципалитета в 2022-м выделили на приобретение цифрового оборудования. Для образовательных учреждений планируют закупить примерно 340 единиц техники. Вместе с этим за последние годы резервный фонд аппаратуры в районе значительно пополнился. При необходимости ее смогут распределить по учебным заведениям. Об этом журналистам рассказала директор департамента образования и молодежной политики Сургутского района Ольга Кочурова. Чиновник добавила, что подрядчик, который занимается поставкой техники по муниципальному контракту, предупредил мэрию, что цена на товар может поменяться в сторону увеличения. Даже если эти закупки не состоятся, на сегодняшний день все школы соответствуют современным требованиям. Эта техника функционирует. Кроме того, у нас есть возможность выдавать резервную технику для тех детей, которые обучаются на дистанционном обучении. Доходило до 250-270 единиц техники. Поэтому, если в каких-то школах будет определенный дефицит программного обеспечения или компьютерной техники, система учреждений – это 43 образовательных организации. И там, где есть переизбыток, вполне возможно, мы можем закрыть недостаток там, где имеет место быть. Четыре награды за раз в поселке Федоровске 5 марта чествовали призеров регионального этапа Всероссийской Олимпиады по общеобразовательным предметам. Всего в этом году в соревнованиях приняли участие 76 школьников из Сургутского района. Золотую медаль по английскому языку получила 11-классница из первой федоровской школы Алина Махамадеева. Из соседней школы номер 2 – 10-классница Вероника Капитонова. Она взяла второе и третье места по химии и биологии соответственно. В шаге от первой ступени педестала оказалась 11-классница Анастасия Арсаева из Нижнесартамского по предмету права. Третье место по физике занял ученик 9-го класса 5-й лентурской школы Александр Лебедев. Я бы сказала, что такие вот предметы, которые ранее у нас никогда не выходили в ранг регионального этапа Олимпиады, и мы не становились победными призерами. Наверное, стоит ответить на вопрос, почему мы достигли этих мест и какая система у нас уже сложилась в районе. Я отмечаю, что у нас есть развитие идет по двум направлениям. Мы сопровождаем детей с интеллектуальным развитием по образовательным предметам, и здесь мы проводим системную работу по подготовке именно к предметам Олимпиады. В 2021 году для школьников Департаментом образования и молодежной политики Сургутского района было организовано 21 мероприятие. 13 из них профинансированы из бюджета муниципалитета на сумму 893 тысячи рублей. Чтобы учащиеся могли раскрывать свои знания и возможности, власти района сотрудничают с ханты-мансийскими, сургутскими и московскими вузами, а также образовательным центром «Сириус». Учитель очень помогал. Мы, в принципе, очень много книг читали с ней вместе, разбирались в заданиях. Также в том году ездил в образовательный центр «Сириус». И сама как-то готовилась тоже. В Москву тоже есть на базе института Менделеева. Но в основном готовилась сама с учителем. Внеурочных занятий было очень много, потому что, в отличие от районного или школьного этапа, здесь был экспериментальный тур. И приходилось, ну, так как я ни разу участвовал в подобных турах, приходилось, так скажем, с основ изучать, как вести себя на таких турах и что нужно вообще делать. Поэтому внеурочных занятий было очень много и вопросов тоже было очень много. Организационный комитет зимних игр и паралимпийцев «Мы вместе» определил даты проведения соревнований. Около 70 спортсменов не только из России, но и Республики Беларусь, а также других приглашенных стран будут сражаться за медали с 18 по 21 марта. В состав оргкомитета вошел сенатор Эдуард Исаков. Напомним, что до назначения на должность в Совете Федерации под его руководством на базе окружного центра адаптивного спорта проводилось множество международных турниров. Среди них чемпионат мира по лыжным гонкам и биатлону среди паралимпийцев первенства по легкой атлетике. Сурдолимпийские зимние игры. Эдуард Исаков отметил, что в Ханты-Мансийске есть все необходимое для масштабных спортивных мероприятий. Однако перед оргкомитетом сейчас непростая задача подготовить все за считанные дни. Мы к ним готовились. Мы готовились до полугода. Сейчас другая ситуация, другой временной отрезок. У нас есть на подготовку, условно говоря, 7 дней. Если говорить о том, что приедут иностранные делегации уже в 14 марта, сейчас в 9 марта, мы должны понимать, сколько времени нам остается на подготовку. Абсолютным чемпионом и обладателем Кубка губернатора Югры в конкурсной программе 7-го Всемирного конгресса оленеводов стала представитель Сургутского района Виолетта Имамудинова. Всего участниками соревнований были 15 мужчин и 7 женщин. По словам начальника отдела по недропользованию и работе с коренными малосисленными народами североадминистрации Сургутского района Александра Шукардина от муниципалитета. В участие в конгрессе приняли 9 человек из Нижнесартымского и Рускинской. Сначала у них проверили теоретические знания, а затем практические навыки в гонках на оленьих упряжках, на традиционных лыжах, по укладке дров для женщин и так далее. Равных Виолетте не оказалось никого. Чемпионка уверена, что к главной победе ее привели и многолетние навыки общения с оленями, и любовь к животным. Я езжу практически 7 лет, даже еще в школу не пошла. У меня маленькие братья и сестры есть. И вот они, мы ездили с ними, я всех загружала на олень упряжки, мы ездили к бабушке, дедушке, туда и обратно. И вот так целыми днями, каждый день мы этих оленей таскали туда-сюда. Родители даже не обращали внимания. Вот так у нас детство проходило, и поэтому оттуда уже прирослось. Все, вот эта вот тяга, любовь, прям что к коленям. Кроме этого, были проведены дополнительные национальные конкурсы для делегаций муниципальных районов по номинациям «Лучшая национальная упряжка», «Лучшая национальная кухня» и «Национальное жилище». Традиционно в обширную программу вошел и конкурс профессионального мастерства среди оленеводов Югры на Кубок губернатора округа. Напомним, Конгресс оленеводов проводится под эгидой председательства России в Арктическом совете. Представители Сургутского района из года в год демонстрируют в этих состязаниях высокий профессионализм. Наши всегда представители нашего района едут сюда за призами, за победами, потому что готовятся. И гонкам на оленях в упряжках, готовят оленей, готовят нарты. Летом, когда у нас проходит день обласа, готовят обласа, тренируются. Вот, допустим, у нас постоянный победитель Кубка губернатора Иван Токачев, он по 50 километров на области проплывает для того, чтобы тренироваться. Это все, о чем мы успели рассказать. К этому часу корреспонденты телеканала Сургут-24 продолжают следить за развитием событий. Актуальная информация в удобное для вас время доступна на нашем YouTube-канале, в официальных аккаунтах Instagram, Telegram и ВКонтакте и на нашем сайте. Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю вас за внимание. До встречи в эфире. Телеаудитория канала Сургут-24 расширилась благодаря новому партнеру, серьезному и крупнейшему игроку на рынке телекоммуникаций. Компания МТС добавила в свой телепакет на 24-ю кнопку канал Сургут-24. При этом ничего доплачивать и перенастраивать действующим абонентам не пришлось. Более 150 тысяч жителей уже могут смотреть Сургут-24 в своих домах. Мы предоставляем более 200 каналов, в том числе в HD-качестве, тысячи фильмов и скорости до 1 гигабита. Можно делать все, что угодно дома, работать, скачивать большие файлы. Можно сэкономить до 30%, если взять все услуги от МТС и первый месяц попробовать бесплатно. Теперь последние ежедневные новости. Популярные художественные документальные фильмы, концерты и развлекательные передачи стали доступны для всех без исключения пользователей провайдера. И не только в Сургуте, но и в Нефтьюганске, Нягоне, Патьяхе. А Сургут-24, в свою очередь, приготовил для всех своих телезрителей очень много интересного на ближайший сезон. Безусловно, это партнерство, это очень хорошие возможности для обеих компаний. Но, конечно же, для самых главных людей, для наших зрителей, это отличная возможность получать самый интересный, хороший контент. Канал Сургут-24 является одним из основных производителей новостей нашего города, района, округа и не только округа. Кроме того, мы создаем контент, который будет интересен и молодежи, и зрелому поколению, наверное, в равной степени. Мы работаем над этим. Ну и плюс мы закупаем качественный контент в виде концертов и зарубежного кино. Пицца-фабрика. Доставка от 30 минут, несмотря ни на что. Избавление от алкогольной, пищевой, никотиновой зависимости. Анонимно, индивидуально. За один сеанс. Доктор Гужагин. 8972-52 8972-52 Телеплюс Провайдер то его города Авторадио Первое автомобильное радио Движение Только вперед Авторадио 103 и 3 FM Включи Лаврадио Твоей мечты Русский хит Только русские Только хиты Русский хит Радио Энерджи Международное радио для продвинутых молодых людей. Нас слушают модные, стильные потребители качественной музыки. Радио Энерджи Это европейское качество. Проекты с участием мировых звезд жоу-бизнеса. Авторитетный радио-бренд. Утреннее шоу с черным перцем. Свободные от политики новости на любые темы. Танцевальное шоу мирового масштаба. Горячая тридцатка каждую неделю. Розыгрыши призов в эфире. И большие турниры оффлайн. Выбери. Радио Энерджи. Энерджи. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова